Здорово, YouTube! Максим Густарев на связи, и я как яростный поклонник фотошопа, обработки портретиков, пластики модели, там сисипопа, талия, объемная прическа, просто не могу обойти стороной. Новый подход к использованию генеративно-состязательных сетей GAN, который уже стал вирусным. Давайте с этим разберемся, поехали! Знакомьтесь, это Xingen Pem, постдок института информатики имени Макс Паланка в Германии, который еще год назад замутил интересную работу на вариацию темы обратного рендеринга 2D-изображений. Условно, целью работы было бесконтрольно преобразовывать простые непарные 2D-изображения в 3D-изображения, состоящие из нескольких составляющих. Грубо говоря, вы закидываете одну растровую фоточку и получаете полностью визуализированную 3D-проекцию с возможностью выбора нужного вам ракурса, согласитесь, уже это звучит многообещающе. Ну а спустя 365 дней и ночей упорной работы, ну с перерывами на дошек, разумеется, Xingen Pem выкатил рабочее решение с графической оболочкой, которое позволяет творить революционные операции с растровой графикой. А именно, деформировать изображение без потери качества с сохранением реалистичности. Вы ставите ключевые точки, за которые хотите повернуть, расширить, деформировать объект, а нейронка делает все за вас. Разумеется, здесь идет идентификация входных объектов. Нейронка понимает, что в кадре изображена большая кошка, и установив стартовую точку на носу льва, оконечную сместив в сторону, мы получаем вполне реалистичный разворот головы. Здесь же видно, что нейронка работает ступенчато в несколько итераций. Каждый шаг изменяет фотографию на несколько пикселей, и постепенно-постепенно мы приходим к конечному результату. А установив пару ключевых векторов, можно раскрыть рот льву, или поиграться с позой собаки, поднять ей ушки, или дать ей команду сидеть, если она вас не слушается. Команда сидеть, я думаю, даже прокатит с женой. Уже сейчас в графическом интерфейсе имеется возможность установки нескольких ключевых точек, по которым будут заданы основные траектории. Также имеется возможность маскирования областей, которые вы хотите оставить оригинальными. Но даже с учетом нарисованной маски нейросеть будет обращать внимание на заблокированные маской области, и в случае необходимости, если опять же это требуется для сохранения реализма, будет их изменять. То, что нам показали в пресс-релизе, это уже сносит крышу. По ключевым точкам можно вращать, к примеру, автомобили, изменять размеры их колес, менять ракурсы и точки съемки. Происходит это, конечно, не так идеально, как хотелось бы на данный момент. Если присмотреться, артефакты все же можно найти. Но согласитесь, в беглом просмотре или с небольшой доработкой этот инструмент точно будет востребован. Уже сейчас нейронка показывает достойные варианты деформации поз реальных людей. Да блин, если вы снимаете каталожку, вам просто будет пофиг на засранный кадр с кривой рукой или ногой. Ведь это все правится на посте. В портрете, используя маски, которые, кстати, уже внедрены в эту нейронку, можно будет спокойно проводить локальные правки. Почти как в фотошопе в инструменте Liquify, но только с намного более широким функционалом. Также и в пейзажной фотографии можно будет спокойно изменять время, суток, положение, солнце или двигать ландшафт для достижения лучшей композиции. С Драгьюганом мы имеем представление об ультимативном решении для практикующих фотографов. И заметьте, это не миджурни, это не стейбл диффьюжн даже с контролнетом. Здесь вам не нужно писать текстовые описания к фотографиям. Релиз версии, который можно будет потестировать, намечен на начало июня, и я очень надеюсь, что эта нейронка будет замечена. Ну, блин, разумеется, она будет замечена адобовцами. И они так же, как с Firefly, поднапрягутся и купят, сплагиатят, сопрут, повзаимствуют, скоммуниздят ее и интегрируют в нативный интерфейс фотошопа. Потому что в фотошопе модуль пластик уже давно требует переработки. Так же, как и ваше творчество, требует переработки. И тут нейронки вам не помогут прокачать свой уровень, вы можете со мной. В моем коммунити на Boosty и на Patreon, где найдете гигантское количество обучающего материала по фотографии. Ну и, разумеется, прокачаете свой навык. А также поддержите мой канал, не забудьте поставить лайк, подписаться на канал, мне будет очень приятно. До новых встреч, пока. Субтитры создавал DimaTorzok